всем самого доброго дня всем огромный привет и всех с праздником сегодня вербное воскресенье 28 апреля ну а мы идем за внучкой собрались сегодня начинается наше мини путешествие едем с вами к родителям берем вас с собой ждем девочек сейчас алинка вручит нам дошульку и поедем на такси поезд у нас павелецкого вокзала чтобы показать смотрите как цветут наши деревья уже не знаю правда что это вишня или яблонька красота тюльпанчики вон уже распустились но вот это вообще красота красота девчонки мы уже на вокзале вот с дошулькой вот мой да да и зашли Игорюшка нам заказ заказали даши наггетсы да аж вкусно тебе давай я тебе сейчас помогу такой в общем дашь разбегаются глаза она не знает что она хочет у меня твист и кофе горешка сели в поезд но у нас что-то такой раздрайв только дошульки все это застелили пока вот у нее тут видите да она тут все по открывала в общем рисует еще не переодевались только дальше у нас уже готова вот такой плацкартный плацкартный отсек полностью наш на эту сторону застелим и будем кайфовать мы поехали сразу так быстро поезд разогнался да дашулька дашулька дашуль помаши ручкой привет привет сейчас как будем проезжать красоту покажем мама пока москва до свидания встречаю нас саратов саратов нас встречай хорошей погодой теплой он электричка нас догоняет узунова наверно едет первая большая остановка узунова где-то часа через два с половиной три точнее не скажу обожаю это место девчонки когда проезжаем вот когда едем волгоград или саратов это место просто обожаю москва река девчонки все уже обосновались разложились уже во все едем час уже как едем вообще ни разу не пожалела что взяла отсек четыре места как все наше угородились это то же самое сделаем мы с игорешкой уже на ночь когда будем ложиться спать ну то пока любуюсь в окошко замечательные виды и дачи проезжаем за окном правда уже темнеет но пока еще не стемнело смотрим окошко едем наслаждаемся это шутка он рисует красотулька сели в поезд а когда еду принесут ребят набрали полно полно сейчас чуть попозже будем жить мой так я люблю в поезде тоже есть девчонки вообще обожаю но уже завтра короче говоря поезд приезжают нас здесь трав саратов здесь четырнадцать если быть точной простоять день простоять и ночь продержаться горюшка мне кофейку принес через кофейку дерябно перед ужином здесь девчонки сделал голос за кадром я показываю вам как я поставила чемодан чтобы дошутка короче говоря спала на отдельной полке мы взяли отдельный билет я подставила чемодан подстелила одеялко показываю что рядом поставлю еще один чемодан и точно так же одеялком прикрою и таким образом дашенька у нас была подстрахована чтобы не упасть всем самого доброго утром вот дашулька вам машет дашулька мы уже собрались мы уже подъезжаем к проезжаем дачу девчонки так на дачу захотелось здравствуй саратов саратов нас встречает пока без солнышка в ртищево где мы стояли вот крайняя остановка была долгая дождь шел но тепло москве показывает 10 градусов саратов 14 вот решила тут сразу из окошко снять что мы приехали потому что сейчас сами понимаете вокзальная суета вот мы сейчас быстренько в такси тут недалеко от вокзала и ручка живет и киринки потому что они в питере еще приедут только вечером где-то часов наверно 9 10 но мы уже мы их немножко опередили о мы в саратове ждем такси все друзья мы уже на месте приехали кирочки в ее новый дом осваиваемся осматриваемся это мы находимся в кухне гостиной у иры новая кухня мне так все нравится особенно вот этот сюжет встроенная микроволновка и духовка очень удобно место много в кухне гостиной это встроенный холодильник вот но все еще знаете в стадии не то чтобы ремонта в стадии облагораживания то есть они не так давно въехали вот и немножко я ирочки нет она отсутствует они приедут только вечером без нее немножко покажу вам дом дом 136 квадратов без цокольного этажа без подвала вот это вот хоз комната тоже еще недоделанная это вот туалет на первом этаже извините что показываю тоже все недоделанное все будет делаться обустраиваться облагораживаться и вот показываю вам дверь которая ведет в подвал ну там огромный он на самом деле много очень места что там будет я пока не знаю но скорее всего может быть ну типа знаете спортивного такого тренировочного места так поднимаемся с вами на второй этаж мне очень нравятся ступеньки ирины это санузел на втором этаже но он уже так более менее оборудован тоже остались такие мелкие детали очень просторный очень большой так ну тут я не знаю что будет это комната сергея старшего племянника а это комната младшего племянника она немного побольше тоже будет еще до обустраиваться такой вид с окна тоже у них еще пока нет забора у них будет тоже оборудоваться мангальная зона зона барбекю будет забор с автоматическими воротами но это все пока в планах они вот только не знаю сколько они месяца три наверное как переехали плюс еще и работа и школа у детей в общем все это сделается за лето идем с вами на третий этаж третий этаж мансардный это вот владение ирины естественно тоже еще не доделаны все пока знаете как правильно сказать в стадии в стадии вот а мне очень понравились ступеньки в общем огромный дом очень нам понравился ну я в основном находилась в кухне гостиной там было мое место вот надеюсь ирочка не обидится что я без нее показала вам так вкратце ее дом а это вот они уже приехали с питера дарят до шульки подарки она очень хотела гитару вот иринка ей купила гитару по сутку костя ой да классно провели время все понравилось но мало как всегда мало всем самого доброго утра отличного настроения сегодня 30 апреля день недели не знаю подскажите вторник за окном у нас сегодня солнышко красота вот у нас детки уже завтракают детки завтракают вот ну а взрослые еще только просыпаются да да шуль еще раз всем самого доброго утра девчонки я уже приготовила себе завтрак всех не стала показывать снимать немножко суетно знаете сами да когда полон дом народу значит у меня сегодня овсяна блин и вот такая арахисовая паста и вот они орешки то что я хотела девчонки вот видите проглядываются орешки и конечно ароматный кофе так что всем кто вам завтракает приятного аппетита вышли на прогулку дома снимать вы знаете девчонки как то это полно народу суета где то что то не убрано где то что то не так лежит я поэтому стараюсь дома не снимать наш вот этот быт потому что я говорю людей много детей много вот а сейчас вышли на прогулку вот парк сейчас покажу вам какой замечательных парк буквально в двух минутах от дома Игорешка Дашулька Костя Иринка и вот смотрите буквально вот прошли две минуты от дома какая здесь красота это просто вообще утки Дашенька уточки только ты дедушку держи за ручку смотрите как здорово как зелено как красиво вот такая тут красотень шикарный парк в двух минутах от дома ну и там уже городская цивилизация Даша взяла пакетик с хлебушком и семечками будет кормить белок что ты тогда с нами пошел ходи там а на льду когда лед здесь катаются на коньках нет запрещено но дети ходят а вон рыбу удят вот Глеб сюда приходит это вторая рыба а вот еще одна рыба а вот Даша смотри какие домики для птичек мы сейчас дальше с тобой пойдем ты положишь Девчонки вчера здесь была такая непогода прям дождь и холодно а сегодня с утра такое солнышко в окно и вот 22 градуса обещают нам днем ну хотя уже в принципе день лягушки квакают в общем мы сегодня и завтра еще будем здесь а послезавтра уже едем к родителям и на Пасху будем у родителей слышите лягушки вообще красота клены смотрите какую красоту мы идем воздух просто обалдосовый ой лягушки ругаются Ир красотень девчонки вообще просто красотень девчонки вообще просто ой ну класс вообще прогуляться по такому парку Даша на дух противоречия она вот все хочет уточек и обелочек а не такие маленькие девчонки между прочим идет дядя и племянница то есть Дашулька Глебу племянница то есть это Глебулька а Ленин двоюродный брат получается Глебусь Глебусь поверните сюда ку-ку ку-ку Даша я хотела щелкнуть я хотела щелкнуть два три ооо вроде получилось и вот а и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вчера вам показывала, делала Хочу здесь, я у Ирочки делала два раза Ачму Вот, и хочу папе сделать Ачму, так как он любит Хачапури, я думаю, что он с удовольствием поест и Ачму И у нас потом по плану магазин, и будем уже готовиться потихоньку, завтра красим яйца, печем куличи Вот, ну а сейчас завтракаем, смотрите, какой здесь красивый букет Сирене Всем, кто сейчас завтракает, желаем тоже мы приятного аппетита Вот, прям не могу налюбоваться на сырнички, румяненькие такие получились Красивые В общем, завтракаем, девчонки Девчонки, чем занимаюсь? В общем, в отпуске у родителей Короче, у нас же томатов никогда не было на дачу, я никогда не сажала А у родителей же тут оборот, и вот чем я сейчас занимаюсь? Я занимаюсь, как правильно, папа говорит, пикировкой? Пикировкой томатов Вот, в общем, беру вот отсюда томатики и рассаживаю их вот в такие вот стаканчики, бутылочки Вот, никогда это не делаю, говорю, пап, если что не вырастет, не обессудь Он говорит, все вырастет, делай так, чтобы все выросло Короче говоря, вот мне надо сейчас вот это все, вот, спикировать вот в эти вот кружечки Ну, я думаю, что получится Вот, немножко разбавлю я свою кухню огородными делами, девчонки Да, местное время сейчас у нас 20 минут 2-го Московское время 20 минут 1-го, соответственно Да, Дашуль, будешь мне помогать сейчас помидорчики делать? Да Да Под чутким руководством папули Ну, он мне показал пару баночек, дальше я сама, девчонки Вот так получилось Сейчас все уберем, гараж Вот Сварили уже супчик на обед с фрикаделечками Дела идут Я еще хотела вот Ачму сделать, но нет лаваша, надо в магазин идти Девчонки поставила Ачму печь Сырниками кормила уже родителей, ленивые вареники делали Вот поставила Ачму И буду делать сегодня кнедлики на завтра нам с мамулей, потому что папуля такой есть вряд ли будет, хотя сырники сегодня ела, ценил мои сырники Вот готовимся потихоньку к ужину, мы, папа коптит рыбу, вот, и у нас к рыбе обычно овощи, и сейчас вот достану лимон помою, да, Дашулька? Да Девчонки и мальчишки Свежак, свежак с костра, только что с костра Нет, я не буду это Вообще Какая красота А мы с тобой Ну, чуть-чуть вот это, я помидорчики тушу Ой Ну, я тебе, тебе такое нельзя Ну, пап, нет, она же это Копченая, не будем рисковать Класс В общем, всем, кто сейчас ужинает, приятного аппетита Девчонки вкусно поели рыбу, ну, как всегда, я даже не буду объяснять, как это вкусно И вот папа отведал очмы моей, говорит, тоже, блин, классно И спросил, говорит, а что там, ну, я ему рассказала, вот, очень ему понравилось, он, говорит, и в холодном, и в горячем виде Ну, он пробовал в горячем, говорит, я полагаю, говорит, и в холодном можно есть Я говорю, да, у меня девчонки, говорю, на работе в холодном едят такую штучку Всем самого доброго утра и отличного настроения По местному половина десятого Подождите, да По Москве Будь здорова, Дашулька Половина девятого То есть 8.30 по Москве 9.30 по Саратовски Мы уже проснулись, мы сегодня раненько, потому что много-много-много дел Мне сегодня нужно опять пропекировать папульки помидоры Потом мы сегодня будем красить яйца, да, Дашуль? Печь куличи Мы это делаем всё время в субботу, потому что нормальные люди в четверг, а мы вот ненормальные, мы это делаем в субботу Вот, но для начала Что? Для начала завтрак Дашульке кашу Я вчера вечером уже, когда всех мы уложили папулю, Дашулю уложили спать По-самомульке болтали, я вчера делала кнедлики Сырники опять заморозку, так что сейчас спрошу, кто что будет И позавтракаем, и за дела Поэтому не знаю, включусь ли я ещё сегодня или нет Вот Будем делать дела, Дашулька, да? Будем делать дела? Да Всё, всем хорошего дня Кстати, погода у нас тут тоже изрядно похолодала Я-то думала, хотя бы в Саратове будет тепло, нифига Вот, в Москве Алинка мне пишет, как говорит, холодно, знаю я А вот тут думала, будет теплее, но нет, Дашулька вчера на улицу не выходила Был очень сильный ветер Сегодня посмотрим, как будут обстоять дела Всё, всем хорошего дня, отличного настроения, крепкого здоровья Папуля с Игорёшей в огороде, мамуля с Дашуля во дворе гуляют А я решила, пока никого нет, заняться ответственным моментом, покрасить яйца Поставила яйца, здесь два десятка яиц Кстати, хорошо, что у мамули нашлись белые яйца И подготовила шесть чашечек В них буду высыпать краску У меня шесть красочек Красная, оранжевая, розовая, зелёная, синяя и жёлтая Приготовила 9% уксус И сейчас закипячу чайник Приготовлю краску И, в общем, начала я с окрашивания яиц Потому как, когда буду печь куличи, мне нужен будет папа Дело в том, что у них же духовка газовая А я привыкла к электрической, поэтому мне нужна будет папе на помощь Вчера, когда Ачму пекла, мы два раза её переставляли Я свою духовку включаю сразу на конвекцию, а здесь такого нет Вот, поэтому, пока папа с Игорёшей занимаются огородом Я решила начать с яиц Мне сегодня нужно опять пропекировать помидоры Поэтому сейчас уже яйца покрашу, уже одно дело будет сделано В общем, занимаюсь, девчонки Но посмотрим, походу что-то, может быть, ещё покажу Я уже неоднократно вместе с вами красила яйца Проще простого на самом деле Взяла по два пакетика, но буду использовать, наверное, по одному Ну, а там посмотрю, вроде неплохая эта краска Всегда я её крашу В общем, ответственным моментом занимаюсь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! разрезала сейчас. Вообще попробовала обалденное. Под кофеек сладкий. Это что-то. Песенка чудесенка. В общем, съела суп с фрикадельками. Мамуся вкусный сварила. Решила придавить все брынзой. Вот, с кофейком. А на вечер у меня будет, не поверите, у меня сегодня такой вкуснючий ужин. У меня будет творог домашний. Творог и домашняя сметана. Короче говоря, думаю, нафиг я такое у себя в городе не найду. Ну, это, знаете, у знакомых надо у хороших брать. Просто на рынке я не возьму никогда домашнюю сметану и творог. Не знаю почему, девчонки, я как-то к этому отношусь очень-очень скептически. А здесь знаю, что папа берет у одних и тех же. Вообще, конечно, в общем, такой вот у меня сырок сегодня вкусный. И на ужин будет у меня творог и сметана домашняя. Потом вам покажу. Сейчас вот наслаждаюсь. Перед тем, как печь куличи, наслаждаюсь. У меня кофе-брейк. Ну что, девчонки, я начинаю КВН. Всегда очень переживаю, когда пеку. Хоть они у меня не опарные куличи, но все равно. Значит, что мне для этого понадобится, сейчас вам расскажу. Значит, у нас будет куличи творожный и на одну порцию, ну как на одну порцию, вот из двух пачек творога и всего, что здесь я вам сейчас покажу, выходит где-то 4-5 куличей. Ну, смотря у кого какая форма. Можно, знаете, сделать и один огромный. Значит, две пачки творога, две чайные ложки разрыхлителя нам понадобится, 100 грамм цукат, 100 грамм изюма, 4 яйца, 80 грамм сливочного масла, 300 грамм муки, взяла муку пшеничную высшего сорта, 180 грамм сахара, апельсин, апельсин мне нужна будет цедра и половинка апельсина, сока, ну сок выдавить там, не знаю, 2-3 столовой ложки. Значит, печь буду вот в таких формочках, их буду обязательно смазывать изнутри растительным маслом, у меня еще есть вот такие красивенькие, вот, но я посмотрю, их много на самом деле, я думала, когда покупала, это одна форма, на самом деле вот, их было, они были друг в друге сложены, было 3 формочки, пришлось, вот, получается, взяла 2, 6 у меня вот таких, вот такие есть, и еще Ирочка давала, тоже передавала, она сейчас тоже печет куличи у себя там в Саратове, но она опарные куличи, девчонки, печет. Вот, в общем, вот это вот у меня все на одну порцию, я не хочу делать сразу на две, вот, посмотрю сейчас, что из этого получится, опять же, нужно посмотреть духовку родительскую, как она здесь себя поведет, весь процесс снимать не буду, покажу уже на итог, что получится, потому что это такое дело, девчонки, вот, тут в принципе, что, тут смешиваем творог, сливочное масло и сахар с яйцами, перебиваем блендером, добавляем муку, цукаты, цедру лимона, разрыхлитель, сок лимона и формы. Закладывать формочки будем чуть больше, чем половина. Все, я приступаю, с Богом, как говорится, потом покажу, что получилось у меня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Когда добавляешь разрыхлитель! Вот у меня первые три куличика уже пекутся, почему-то, ну как-то я не знаю, у меня дома формы другие, что ли, должно было быть хотя бы четыре, но тут вышло три, ладно. И вот здесь еще на три куличика, пахнет вообще просто прекрасно, ароматно. В общем, пять минут, вот, конечно, Ира моя там с опарными возится, это, конечно, надо повозиться. Я нет, я люблю творожные куличи. Точнее, не то, что я люблю, у меня они просто получаются. Ну, вроде бы получались всегда. Так, ну и вот эти вот три у меня остались. Вот. Вот. Не знаю, что, девчонки. Здесь цукат побольше, чем здесь, смотрю. Ну уж как есть. Вот. А сейчас покажу в духовке, как поднимаются они. Вон, в принципе, вам видно, да? Они поднялись, уже начинает потихоньку поджариваться вверх. Не буду выпускать пар. В общем, сколько, минут 30 они уже там. Но мы сделали медленно. Опять же говорю, потому что это газовая духовка. И они уже здесь вот начали немножко подниматься. Ну, покажу потом готовый результат. Кстати, девчонки, вот те формы, немножко дно смазывала маслом. Люсенька сказала, не надо смазывать. Сеструля моя сказала, надо смазывать. В итоге я те, которые сейчас в духовке смазала, эти не стала смазывать бумажульки. Посмотрим, как выпрыгивать будут. Так, ну вот такие вот они выпрыгнули из духовки. Хочу сказать, что поднялись. И, наверное, все-таки у нас будет 6 полноценных куличей. Потому что туда я отправила, вот которые у нас лежали. Вот. Так что поднялись неплохо. Поднялись неплохо, девчонки. Вот сейчас, не знаю, освобождать, наверное, от бумажки, посмотрю. Наверное, нужно им остыть. Или сразу, чтобы... Потому что намазочка у меня готова. Намазка сверху я взбила. Два белка с 40 граммами сахарной пудры. Так, ждем остальные. Девчонки, ну первая партия у меня готова. Все, одела шапочки, с дошулькой украсили. Вот. Сейчас еще три штучки доделаю. И вот этой вот посыпкой, цветной посыплю. Кстати, со схождением благодатного огня у вас всех. Благодатный огонь сошел. Ура! Следующей Пасхе быть. Первая красота готова. Все, девчули. И вот такие вот, с такой посыпкой сделала куличики. План выполнен. Девчонки, на ужин делаю себе вот домашний творог и сметана. Домашняя. Это что-то. Камера не передает свет. Она желтая, как масло. Обалдеть. Сейчас на бодяжу себе так захотелось. Творога домашнего со сметаной. Прям ммм. Всем самого доброго утра и отличного настроения. Сегодня самый светлый праздник. Праздник Пасхи. Христос воскрес всем. Христос воскрес. Христос воскрес. Дорогие наши зрители, дорогие наши гости. На часах у нас 10 по местному, 9 по Москве. Мы собираемся завтракать. Дашенька тоже вас всех поздравляет. С праздником она уже кушает кашу. У нас вот такие гулечки. У нас вот такие гулечки. Она говорит на кексы, на куличики. Гулечки у нас вот такие. Так, у нас тут каши сейчас подойдут. Папуля с Игорешей. Будем пить яички, да, девчонки, мальчишки. Мира самая главная всем. Мамулечка, привет, дорогая красотулечка. Всех с праздником, с праздником воистину вас приветствует. Даша машет. Так. Мам, тогда чего, ждем их, да? Ну, можешь садиться уже. Всем мира, гармонии, добра, крепкого здоровья, всего-всего самого доброго. Как бы это банально, но это так важно. Девчонки, ну, а нас сегодня по плану у нас, конечно, куличи, крашенки, красивые крашеные яйца. Но мы, как приехали, у нас шашлык, шашлык, шашлык. Вот немножко разбавили рыбой, когда приехали к папе. И поэтому сегодня мы без шашлыка, сегодня мы с жарким. У нас чуть позже будет жаркое. Вот, поэтому мы и так здесь, как на природе. Выходишь из дома, и ты уже на улице. Поэтому красота. Сейчас праздничный завтрак. И у нас будет вкусное жаркое. И я сегодня всем, как бы, назло... Нет, так нельзя говорить. Короче говоря, девчонки, я сегодня пью вино. У меня сегодня вино, кино и домино. Такой светлый праздник, поэтому... Пост, конечно, я не держала, но разговляться буду. Еще раз всех с праздником. Вот так быстро время пролетело. Нам завтра уже уезжать. Ну, вот так всегда. Ладненько, девчонки, будем завтракать. Еще раз всем Христос воскресе. Мы готовимся к праздничному застолью. Я уже сделала цезарь. Правда, цезарь, знаете, как... Без пармезана. Но ничего страшного. Тоже будет вкусно. Вот, в общем, такой салатик сделала. А Игорешка жаркое готовит. Вот здесь грибы, мясо, картошка. В общем, под его чутким руководством, девчонки. Все это... Всем привет, девчонки и мальчишки. 6 мая, понедельник. И мы... Так быстро пролетела неделя, которую мы пробыли и у Ринки, и у родителей здесь. Очень быстро пролетело время. Вот сегодня все, мы уже на чемоданах собрались, уезжаем. Все, сдаем наш номер. Классный, так мы его любим. Наши чемоданы. И это еще не все. От родителей невозможно уехать налегке. Поэтому еще коробки, пакеты. Ну, в общем, как-то так, девчонки. Все, девчонки пообедали, собрались. Вот, папулька нас отвезет на вокзал. Туда Иринка должна будет подъехать. Вот, еще раз пообнимемся, еще раз поцелуемся, поболтаем на дорожку. Вот. Ну, и вот на этом наш такой вот мини-отпуск подошел к концу. Мы с вами еще в поезде увидимся, я думаю. А может быть и на вокзале тоже, если будет возможность. Потому что у нас, я говорю, родители нас нагрузили, невозможно уехать пустыми от них никак. Вот, все. Увидимся, я думаю. Все, девчонки, поехали. Тысячи дорог Позади, сквозь снега и через дожди. Сколько я искал и терять Любовь свою. Дни и годы, будто во сне. Это тяжелее вдвойне Понимать, что ты не как все. Но я пела любви и пою, только есть родительский дом. Он до боли тебе знаком, там, где любят тебя и ждут, и ты любя. Где б ты ни был вблизи или вдали, поклонись ему до земли, поклонись ему до земли, поклонись ему до земли, там ждут тебя. Я дойду до края земли, ты меня домой позови, понял я в чужом мне краю, как мало света. Понял, где родился и рос, там ответ на главный вопрос, только принимал не всерьез. Я все это, только есть родительский дом. На удивлении, вот брали плацкарт, оказались в купе. Проверила билеты, да, на обратном пути у нас купе. Мы будем в купе с Дашулькой, представляете? Вообще классно. А еще потому, что поезд не едет. Тут как раз зубки есть, наборы все эти. Слушайте, ну купе вы уже видели, я вам обзор делала. Здесь вон и сейфы, и мягкие такие сидения. Удивлены мы. Надеюсь, не ошиблись. В общем, едем обратно, мы в купе. Все, мы поехали. Пока-пока, Саратов, привет, Москва. Нагостевались, едем домой. Она с утра с драйв. Как всегда, Дашуля играет. Помаши. Да, сейчас. Девчонки, едем. Уже не знаю, сколько, наверное, часа. Полтора точно едем. Перекусили. Дашулька смотрит мультики. Включили ноутбук. Так здорово в купе. Это для нас вообще полная неожиданность. Я посмотрела билеты, когда мы ехали в Саратов. Потому что я через РЖД брала. Там тип вагона, плацкар. А посмотрела билеты обратно на Москву. Тип вагона, купе. Но когда мы сюда только вошли, нас с папой, Иринка, с Костей, прям до купе довели. Ну, до места. И мы зашли в вагон. Я говорю, Ир, что-то не пойму. Вроде восьмой вагон. Она говорит, ну да, восьмой. Я говорю, а что, купе? Она говорит, а я не знаю, ты какое брала? Я говорю, я думала, что плацкар. Я говорю, так проводник вас пробил по билетам. Говорит, все нормально. А я глядь туда, в РЖД, в это приложение. А тип вагона, купе. Думаю, класс, вообще неожиданно. Но здорово. Конечно, уютно. Но, опять же, как я говорила, в купе меньше места. Но мы с Игорюшкой двое взрослых и маленькая Дашунка, нам комфортно, удобно. Зато здесь застелены уже нижние полки. Вот так вот они раскладываются. Смотрите. Вот. Просто вот эта спинка, которая была здесь, она опускается. Это не полка. Полка вот. Да. Это не полка. Вот. Вот эта полка, короче говоря, вот эта полка, она вот так опускается. Вот. И получается, что застелена. А это, да, это не полка. Это Игорешенька. И Дашенька. Да. Да. Деловые. Ух. Я не знаю. Я не знаю, может быть. Короче говоря, мы в Москву приезжаем в полвосьмого утра. Это надо заставать в пять утра. Чтобы собраться. И хотя бы чашку кофе возьмем, чтобы глаза открылись. Ну, посмотрим, как будут обстоять дела. А вот главное, даже если будем шуридеть, мы никому мешать не будем. Игорюшка-то рано встает. Ну, я думаю, тоже встану, придется. Вот. Так что едем. Сейчас будет у нас, ну, не сейчас, через часик, наверное, другой. Ой, большая столовка ртищева. И выйдем подышать свежим воздухом. В общем. У нас, конечно, еще мини-отпуск такой продолжается. Продолжение следует. На даче мы надеемся. Но что-то смотрели прогноз. Холодрыга. И если бы мы знали заранее, что в Москве будет такая холодина на 9-майские праздники, мы бы у родителей подольше задержались. Потому что у них сегодня 20 градусов. Депло. И завтра, кстати, тоже. Ладно, буду пить кофе. Всем самого доброго утра. Мы уже проехали Узунова. Мы уже в Московской области. И Москва нас встречает вот такой вот погодой. На улице очень холодно. И идет дождь. Да. Из плюс 20 мы приехали в плюс 3. Капец. Плюс 3, Горюш, на улице? Плюс 7. Но рано-рано утром было плюс 3. В общем, короче говоря, Нашулька еще спит. Время 6. Через полтора часа будем в Москве. Сейчас побьем кофейку с Игорюшкой. И будем утепляться. Хорошо, что взяли с собой теплые вещи. Вот так. Такая погода у нас в Москве. Капец. Москва нас встречает снегом. Минус 2. Алинка крит. Утром было минус 2. Сейчас написала. И снег. Вот вам, пожалуйста. Май. Это здесь в 2 часах от Москвы, да? Было у нас 7. А вот там малинка горит. Минус 2 у нас. И снег. Но я в шоке. Да, смотрите. На крышах снег. Да. Дела. Девчонки, мы из такого тепла приехали в такой холод. Мы уже даже ставим под сомнение дачу. Ехать ли на дачу. Потому что прервала свой диалог. Показать вам место, которое я очень люблю проезжать, когда мы едем в Саратово, когда мы едем с Саратова. Ну, или там с Волгограда. Москва-река. Дождь со снегом метет прям. Да. Да, видно, что срывается снег. Так вот, мы из такого тепла приехали в такой холод, что у нас даже под сомнением дача. Во-первых, переобулись уже. Я не знаю, как дальше с погодой. Да, снег хорошо так достаточно идет. Мороз. Минус два. Будем, конечно, думать. Вообще, мы собирались завтра рано утром. Но теперь, конечно, опять все, наверное, померзнет. Блин. В общем, как майские, так у нас какой-то казус погоды. Коллапс просто. По-другому не скажешь. Сейчас какими-то перебежками чудесными будем добираться до такси. Потому что мы настолько легко одеты. Потому что мы думали, возможно, мы думали, что будет холодно, но не до такой степени. Я в своих летних макосинах турецких у Дашули легонькая такая курточка. Ну, как брали вот теплые вещи там. Теплые вещи – это вот курточка, шапочка легкая. Такая вот шапочка легкая. Абсолютно легкая шапочка. Никак не на минус два. Ну, ладно, девчонки. Еще раз всем самого доброго утра. Время 7.15. Мы уже все вот подъезжаем. Как будем дома? Включусь. Расскажу, как доехали. Представляете, как мы идем, в каких теплых курточках. Смотри, чтобы она в курточке. Потом снимешься. Даша вон укутала. Я поняла. Укутались. Это капец. Снег идет. О, как нас Москва встретила. Да. Ладно. Едем дальше. Первая часть мини-отпуска закончена. Едем дальше. Уже без пяти два. Мы, конечно же, уже давно приехали. Приехали. Еще не было девяти часов. Быстренько отогрели Дарьюшку первым делом. Она немножко в машине приснула. Пришлось ее опять разбудить. Она раскапризничалась. В общем, пока разобрали, немного разобрали вещи, потому что вещей было очень много. Родители нас, как всегда, подзатарили. Покушали, уже и отобедали. Я разобрала чемодан, разобрала подарки, вещи. В общем, девчонки уже два. Ну, скажем, я на этом буду заканчивать. Вот первую часть нашего мини-отпуска. Скажем так, поездку в Саратов. Единственное, я хочу показать. Тут перетрубировала немножко. Я показывала вам, как-то покупала вот эти штучки. Такие, знаете, канцелярские папочки. Но мне они пригодились. Я у многих видела. Мне не сгодились и на кухне. Вот здесь у меня формы лежат. Здесь у меня бумага. Всякие рецепты. Тоже бумага такая, типа, знаете, силиконизированная. Здесь тоже формы от мультипекаря. В общем, вот так мне нравится больше. Сюда вот сложила формочки астета, которые не поместились. А здесь вот так. Вот это увезу на дачу. Кстати, завтра еду на дачу. Вот это увезу на дачу. Здесь что-то у меня не прижилось. А на даче сгодится все. В общем, сегодня буду собирать вещи на дачу вечером. Так, закончу этот влог. Вот немножко сделала здесь. Знаете, мне так больше нравится. Навела порядок. Вот она легко вытаскивается, в принципе. Вот. Легко вытаскивается. И тут у меня вот видно еще маленькие формочки там. И легко вставляется. В общем, мне нравится так больше. Вот. И на этом буду первую часть нашего мини-отпуска заканчивать. Не знаю, когда отмонтирую. Ничего не буду обещать. Девчонки встали сегодня. Горюшка в 4 встала. Я где-то, наверное, около 5. Спать хочу. Дашулька ни в какой не ложится. Видно, она перекимарила в машине. И перебили мы ей сон. Но не знаю, сейчас попробую, может быть, уговорю ее. Потому что я немножко прям валюсь. Вот. Ладно. Вытащила вот рыбку. Алиночка сегодня придет за Дарьюшкой. Мы с ней будем рыбку запеченную есть. В духовке сделаю. Надо замариновать. И засолила рыбку. Вот на что хватило еще, как бы, меня. Засолила горбушу. Я вам не раз уже показывала. Надо еще завтра заберем с собой. В общем, ладно. На этом буду заканчивать этот влог. Длинненький, наверное, он получится. Может быть и нет. Может быть, сейчас посокращаю. Так не будет таким большим. Все. Всех обнимаю. До встречи. Уже теперь на даче.